Погибла при пожаре, пожилая женщина задохнулась от угарного газа. В бегах от собственных детей судебные приставы ищут должников. Переполох на дороге нижнекамцы пытались остановить пьяного водителя. Около торговых центров заработают мобильные пункты. Поступила новая партия вакцин от гриппа. Жемчужина Нижнекамска. Святой ключ ждет реконструкция. По правилам ММА в Камских полянах прошел турнир по смешанным единоборствам. Это Нижнекамские новости в студии Лилии Егорова. Здравствуйте. Начнем выпуск с печальной новости. Нижнекамск скорбит вместе с Крымом. Сегодня в Керчи в политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. По предварительным данным погибли 18 подростков. Всего пострадали около 50 человек. Сначала Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Затем переквалифицировал на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Нижнекамцы не остались в стороне. В социальных сетях на своих страницах люди размещают посты в поддержку хэштегом «Керчь мы с тобой». Завтра в 9.15 утра в храме на Мурадьяма пройдет панихида по погибшим. Священнослужители высказали свои соболезнования. В связи с трагедией хотелось бы выразить от лица православной церкви соболезнования всем тем, кто пострадал в трагедии, их близким, родным. Любая трагедия – это всегда работа темных сил против добра. Это попытка устрашить и запугать, и сделать нас беззащитными. Но мы должны верить, что все равно Божья правда восторжествует. Пожилая женщина не смогла выбраться из горящего дома. Пожар произошел в селе Щенгальчи. На попелище было обнаружено тело 81-летней местной жительницы. В один голос односельчане утверждают, что бабушка одинокая, но наша съемочная группа нашла ее родственников. У соседки из окон и двери идет дым. Такое сообщение поступило из Щенгальчи в начале 6-го накануне вечером. Через 7 минут к горящему дому прибыла местная добровольная пожарная команда. В 17 часов 10 минут поступило сообщение о пожаре в село Щенгальчи. При прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось горение внутри дома. Из-под кровли дома выходил пустой дым. После ликвидации горения пожарные зашли в дом. На расстоянии 4 метров от входа лежало тело 81-летней хозяйки. Женщина уже не подавала признаков жизни. Видимо, погибшая пыталась покинуть горящий дом, но не успела. Задохнулась угарным газом. Точную причину смерти назовут эксперты. Односельчане очень жалеют бабушку. Многие годы она проработала учителем немецкого языка. Полтора года назад под колесами автомобиля погиб ее муж. Теперь люди собирают деньги на похороны. Жила пожилая учительница бедна и, как они считают, была совершенно одинокой. У нее были родные, близкие. Родных я не знаю. Был муж, он тоже недавно погиб. Она проживала одна, да? Очень хороший человек. Я помню еще, когда мы учились в школе, она нас постоянно конфетами угощала. Родных нету? Никого не знаю. А вот хоронить как будет? Не знаю, как это сельсовет. Надо обращаться. Вы что можете про нее сказать? Что за бабушка какая? Ну, одинокая уж. Вообще хорошая. Да. В общем, общительная, нормальная бабушка. Одинокая? Да. Полностью? Да. Говорят, в деревне ничего не утаишь. Но в Шингальчах получилось. Наследники у погибшей есть. И живут они с ней по соседству. Двоюродная сестра и ее большая семья. Почему не помогали? Отвечают, она отказывалась. Почему вы не общались? Вы ей предлагали вообще, может, к вам переехать? Предлагали общаться? Переехать не предлагала. Помощь предлагали. Собрались и ходили туда. А что удивляться? Она сама не может. Кто? Окружающие. Мы сами все виноваты. И соседи, и родные, и учителя, коллектива. Не так ли? То, что не помогали? А как бы осуждать не надо. Сейчас родные погибшие учительницы занимаются оформлением бумаг и готовятся проводить ее в последний путь. Наталья Лушникова, Марсель Джураев, Новости НТР. Река Злобония разлилась на улице строителей. Течет канализация, и это происходит уже не в первый раз. Колодец находится на территории строящегося магазина. Наш корреспондент разбирался в ситуации. Едкий запах канализации здесь чувствуется не впервой. Ручей из фекалий вытекает из этого колодца и растекается на много метров вниз. Происходит это безобразие на территории строящегося торгового центра. Застройщик считает, канализация принадлежит Эссену. Все нечистоты, все фекалии с Эссена вытекают просто в город прямым потоком. Обращались мы неоднократно к ним. Никакой реакции. Бывает, что смеются в трубку, говорят, ну делайте что хотите, нас не волнует. Канализация принадлежит им. Не городу, потому что город обычно реагирует довольно четко и прочищает канализацию. По словам бизнесмена, борьбу с канализацией они ведут с лета. Заливало раз в шесть. Ее прочищали, но, видимо, до конца работа так и не выполнена. Застройщик уже написал жалобу экологам. Сейчас ждет ответа. Ну мы не можем даже асфальт положить. Плюс вот этот сами сейчас почувствуете запах, мощный запах вот этот неприятный. То есть, ну и потом это же нарушение всех санитарных торм. То есть, это возможность каких-то эпидемий за раз. То есть, это течет, когда просто канализация вытекает открыто в центре Нижнекамска. Это вообще я не знаю, что такое. В новом торговом центре будут работать магазины, ресторанчики, детская студия танцев. Но привлечь сюда посетителей с таким ароматом будет сложно, говорит Алексей. Руководство Эссена подтвердило, это их канализация. О проблеме они знают. Руководство Эссена не исключает, что к проблеме может быть причастна наружная парковка. В торговом центре подозревают, что она незаконно обустроена. Но этот факт пока не точен, и он сейчас проверяется. Светлана Шумкова, Фахри Исламов, Новости НТР. 320 миллионов рублей задолжали родители своим детям. Долги копятся годами. Должников ищут судебные приставы. И если требуется, объявляют в розыск. Александр Комаров побывал в одном из рейдов. Не проживает он. Нет? Нет дома, не проживает, переехал. С такими случаями обычно сталкиваются судебные приставы, придя по адресам прописки должников. Где-то, конечно, удается опросить соседей. Бывает, что и родители должников отдуваются за своих детей. Ну, он носит ли к этому, дает ей деньги? Поскольку дает? По 8, по-моему. По 8 тысяч? Да. По 8 месячных? Да. Пусть подойдет к нам с расписками, либо подтверждающими документами. Бывают и такие случаи, когда бывший супруг помогает материально своим детям. Но очень часто после развода отцы алименты не платят. На учете службы судебных приставов сейчас состоит более 2 тысяч исполнительных производств. Очень плачевная ситуация с алиментчиками. Ввиду того, что у нас объем исполнительных производств вырос, ввиду того, что многие алиментчики увольняются, либо закрываются организации. Ввиду этого приходят на исполнение к нам. Алименты добровольные, в принципе, оплачиваются, никто не пытается. Долг нижнекамских алиментчиков перед детьми составляет 321 миллион рублей. Сумма колоссальная. А приставы проводят трудоемкую работу по возврату долгов. Неплательщиков вылавливают с инспекторами ГИБДД, запрещают выезжать за границу. Но самым действенным способом пока остаются рейды. Если в ходе рейда должника удается застать дома, то на него заводят административное дело и увозят ночевать в ОВД. А с утра уже суд решает, как его дальше наказывать. Если неплательщика дома нет, то судебные приставы передают дело в так называемый розыскной отдел, у которого уже совсем другие методы по поиску должников. Александр Комаров, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Попасть к судебным приставам будет легче. К этой цели стремится надзорный орган. Республиканское управление поменяло модель обслуживания населения. В Нижнекамске служба судебных приставов будет разделена на два отдела. Каждый специалист будет заниматься определенным микрорайоном. Такие изменения должны разгрузить сотрудников и повысить эффективность работы. Это позволит избежать того хаоса, который царил у приставов последние несколько лет. Многочасовые очереди, частые ошибки. С 1 ноября все это должно остаться в прошлом. Нижнекамцы, конечно, хотели бы, чтобы приставы переехали в новое здание, более просторное и комфортное. Но пока речь об этом не идет. На проспекте строители нижнекамцы пытались остановить пьяного водителя. Но мужчина, не послушав, уехал в неизвестном направлении. Недалеко его разбитый автомобиль был найден в другом конце города. Все подробности далее. Но мужчина будто не слышит прохожего. Резко сорвался с места и уехал. Все происходящее сняли очевидцы. По их словам, водитель десятки был пьян. Он задел пару машин на парковке и вообще вел себя неадекватно. Машину ударил. Я на видео записал. Я на видуху записал. Не знаю, если темно будет так. А это уже фотографии и обсуждения из нижнекамского паблика. Десятка врезалась в иномарку. В комментариях люди пишут, тот самый автомобиль с пьяным водителем. Авария произошла недалеко от Кайманова, 18. Благо, никто не пострадал. Но вообще в Нижнекамске нетрезвые водители за рулем частое явление. В ГИБДД напоминают, не садитесь пьяными за руль. Одно дело лишат прав и совсем другое. Можно и самому погибнуть, и других погубить. За управление транспортным средством состояния алкогольного опьянения по решению суда водитель может быть лишен права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет, а также предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное управление транспортным средством состояния алкогольного опьянения водитель привлекается к уголовной ответственности. Что касается вчерашних выкрутасов нетрезвого водителя «Десятки», личность мужчины установлена, машина тоже. Сейчас по данному факту проводится административная проверка. Светлана Шумкова, Фахри Исламов, Новости НТР. Заменить принудительное лечение на амбулаторное просит защита 18-летнего Владислава Герасимова. Нижнекамский городской суд освободил его от уголовной ответственности по делу в убийстве 16-летнего Евгения Сурикова после того, как судмедэсперты признали Герасимова невменяемым. Его отец решил приговор обжаловать в Верховном суде, несмотря на то, что было доказано не только участие его сына в убийстве, но и особая жестокость его стороны. Напомним, Суриков пропал 25 ноября 2017 года. Спустя несколько дней обезображенное тело подростка нашли в лесном массиве. В ходе следствия выяснилось, что четверо молодчиков убивали Евгения на протяжении нескольких часов. Но адвокаты невменяемого Герасимова опасным для общества его не считают и намерены доказать, что прохождение лечения в учреждении закрытого типа можно заменить на амбулаторное. Апелляцию Герасимова Верховный суд рассмотрит 26 октября. И еще об одном судебном слушании. 12 октября в нашем эфире прозвучала неточная информация. Сообщала, что в городском суде начался процесс, где истцом является Роспотребнадзор, ответчиком БОСы Нижнекамск-Нефтехима. На самом деле ответчик – акционерное общество станции очистки воды Нижнекамск-Нефтехим. Слушание о понуждении к действию по устранению нарушений действующего санитарного законодательства назначено на эту пятницу. Ямочный ремонт дороги около Фанасова завершен. Этот участок считался одним из самых аварийных в городе. Чтобы как-то привлечь внимание, водители летом устроили там своеобразную акцию. На протяжении пути встали колесами в ямы. На качество полотна сегодня посмотрела Альбина Валеева. Надо же, мертвую дорогу сделали, что ли? Залатали. Это знаменитый участок дороги от железнодорожного переезда до кольца Афанасова. Еще вчера он напоминал полосу препятствий. Сегодня автолюбители передвигаются по нему не риску остаться без колеса и бампера. Дорожники завершили ямочный ремонт. На эти цели было выделено порядка двух миллионов рублей. Одну объехал яму, вторую обязательно попадешь. Вот так вот и выбираешь. Одну пропустишь, вторую поймаешь. Так и было. А сейчас? Ну, сейчас более-менее. Все равно, если не так, ну, уже получишь. Плохая дорога была. Дырка на дырке уж. По одной полосе съездили. А сейчас? Ну, сейчас. Вот смотрите сами, нормально. Кажется, в своей полосе ездит. Просто ям таких нет сейчас. Ямочный ремонт на этой дороге возмущенные водители ждали долго. Они своими силами пытались обратить внимание на этот проблемный участок. Писали в разные инстанции, проводили акции протеста. Так, автолюбители выстроились в колонны и проехали по самой убитой дороге. Флешмоб не остался незамеченным. Проблему услышали эксперты Общероссийского народного фронта и городские власти. Полная реконструкция этой дороги станет возможной, если Нижний Канц получит финансирование по линии фонда моногородов России. Работы планируют начать уже в следующем году. Альбина Валиева, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Всплеск урвии гриппа, по прогнозам врачей, ожидается уже в ноябре. Медики призывают горожан сделать прививку, таким образом обезопасить себя от вирусов. Иммунитет после вакцинации вырабатывается в течение двух недель, поэтому стоит поторопиться. 40% населения привиты. На днях в город в полном объеме поступила новая партия отечественной вакцины Гриппол+. Потому до конца октября пройти вакцинацию должны 70 тысяч человек. В первую очередь это дети и пожилые люди. Бесплатно. Необходимо, значит, естественно, пройти предварительно там же на месте в поликлиниках. Это осмотр терапевтам, педиатрам осмотр и получить разрешение на прививку. Никто, значит, не заинтересован, чтобы там люди с противопоказанием по вакцинации получали эту прививку. То есть все происходит и бесплатно, и под присмотром врачей. Сделать прививку можно будет не только в поликлинике, но и около торговых центров. Для удобства населения в городе организовывают мобильные пункты. При себе необходимо иметь только паспорт. Завтра с 10 до 18 медики будут ждать около Ленты, 4 Барса, Старого Эссена, с 9 до 2 около НКЦ, МФЦ и Вивщевого рынка. Обещанного три года ждут. Этой поговоркой успокаивают себя жители дома Менделеева-26. В 2016 году их СТОС выиграл грант в 600 тысяч рублей. Часть денег решили потратить на детскую площадку. Но по каким-то причинам облагораживание территории все время откладывают. Продолжит Алсу Арсланова. Гнилые бревна, скрипучие качели, качающиеся ворота. Ничего не поменялось. В августе состоялось собрание жильцов. Наша съемочная группа была свидетелем. Обещали, что здесь появится современная детская площадка. На дворе уже октябрь. Надежды у людей рухнули. Детки играют. Рвут в одежду. И ржавчиной вся одежда пачкается. Не отстирывается. Они уже ни во что не верят. И я тоже. И многие не верят. Обещанного забора тоже нет. Хотя во время последнего собрания с жильцами директор Дома управления уверял, территория будет огорожена во избежание несчастных случаев. Детская площадка находится рядом с оживленным участком дороги. Забор поставят только тогда, когда будет детская площадка. Так, по словам жильцов, им ответили в Дома управления. А когда это будет? Деньги на приобретение нового комплекса выиграли еще в 2016 году. Грант в размере 600 тысяч получили за работу 100 с микрорайона. Час денег было решено потратить на современный комплекс. Однако, произошли некоторые сбои в аукционе, поэтому поставить детскую площадку не было возможности. Но скоро обещанное будет сделано. Ну вот, сегодня был разговор с Гореевым Тимуром Рамильевичем. Он сказал, что точно к 1 ноябрю площадка будет здесь на место. 1 ноября. Теперь жильцы Менделеева 26 ждут этого дня с нетерпением. И если все-таки слово сдержат, то отмечать будут всем двором. Устроит настоящий веселый и шумный праздник. Алсу Арсланова, Евгений Лызаев. Новости НТР. Об этой теме нам рассказали телезрители. Если вам тоже есть о чем с нами поделиться, то звоните нам по телефону 40 07 70. Или пишите на сайт. Его адрес ntrdefis24.ru или через ватсап. Его номер 8 917 937 3077. Завтра в Республике будет работать горячая линия по вопросам питания в школах и детских садах. Пожаловаться или получить консультацию можно будет с 9 утра до 6 вечера. На вопросы ответят представители аппарата, уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан и Министерство образования. Телефоны горячей линии указаны на экране. Наша телерадиокомпания, в свою очередь, тоже проводит опросы в интернете о качестве питания в учебных учреждениях. Принимайте участие. Нам интересно ваше мнение. На данный момент на вопрос, нравится ли вам питание в школах и садиках, более 50% ответили нет. 40% нравится, но не всегда. Опрос продолжается. Итоги мы подведем завтра. Сохранить историческое наследие, используя самые современные материалы. Святой Ключ ждут большие преобразования. В следующем году там будет выполнен капитальный ремонт. Как изменится родник, расскажет Анастасия Шакирова. Святой Ключ – жемчужина нашего города. Уже много лет это любимое место для прогулок горожан. В последние годы поток отдыхающих здесь только увеличился. Все хотят прогуляться по новой набережной. А она ведет как раз к историческому месту. Поселок стал более проходим. И в основном он стал проходим за счет жителей города, которые приезжают сюда, которые отдыхают, приезжают с семьями, приезжают с гостями, показывают Красный Ключ, показывают нашу набережную. Естественно, идя на набережную, они проходят по Красному Ключу. Это и, скажем, те же самые гости, экскурсии, которые приезжают на теплоходы. Все уезжают с положительными эмоциями. Святой Ключ в следующем году ждет большое преображение – капитальный ремонт. Объем работы оценили на выездном совещании. Планируется реконструкция ступенек и бассейнов. Современное освещение. Большая работа будет проведена по озеленению и ландшафтному дизайну. Установят камеры наблюдения. Также известно, что территория родника станет в разы больше. Участники рабочего совещания не без труда поднялись туда, где в будущем будет новая площадка отдыха. Сегодня там практически непроходимые заросли под горным уклоном. Если мы чашу видим как уже константу, да, вот она, то к ней потом будем мы привязываться. А в ней потом, в случае, да. Поэтому не ждите других там привязок элементов. Вот ее сейчас ею займитесь, прорисовывайте. И надо ее уже оконтурить, скажем так, понять, из какого материала мы ее делаем. Выбору материалов во время ремонта будет уделяться огромное внимание. Должно быть красиво, прочно, практично. Например, брусчатка. Здесь требований много. И эстетика, и скользящие, менее скользящие. Люди сделали это сколько лет назад. А ремонт здесь был сделан 16 лет назад. В следующем году его проведут в рамках республиканской программы по развитию общественных пространств. И это не единственное преображение, которое ожидается на Красном Ключе. Например, изменится внешний облик местной мечети. Сейчас рассматривается ее дизайн. Также в рамках выездного совещания комиссия осмотрела водные ворота Нижнекамска. Это территория, которая ведет от стелы до причала. Совсем скоро здесь также будут изменения. В основном они будут касаться благоустройства. Например, совсем скоро здесь изменится освещение. Оно станет современным торшерным. Анастасия Шакирова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Продолжается голосование в рамках проекта «Великие имена России». Предстоит выбрать, чье имя будет носить аэропорты Казань и Бегишево. Создано четыре опроса со списками десяти великих имен. По результатам полуфиналистов определится победитель. Проголосовать можно до завтрашнего дня на сайте «Великие имена России» Республика Татарстан. Диплом третьей степени в номинации «Лучший телесюжет службы новостей» нашего медиахолдинга стала победителем республиканского конкурса на лучшее освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих общественных организаций республики. В конкурсе приняли участие десятки редакций и журналистов со всего Татарстана. Служба новостей НТР представила на суд жюри девять репортажей о работе общества инвалидов, арт-кластера «Рубаха», «Женщин Нижнекамской» и других некоммерческих организаций. Специалисты Татмедиа, Общественной палаты Республики Татарстан выбрали 12 лучших работ в четырех номинациях. Награждение прошло накануне в здании Татмедиа. Вручая награды, руководитель Татмедиа Аран Зарипов поблагодарил журналистов за работу, отметив освещение подобной тематики «Дело благородное». На этом моя часть выпуска завершена. Далее вас ждет спортивный обзор и прогноз погоды. А я напоминаю, что связаться с нашей телекомпанией можно по телефону 40 07 70. Посредством сайта его адреса НТР – defis24.ru или через WhatsApp его номер 8-917-93-73-077. До свидания и спасибо, что вы с нами. Сегодня в новостях спорта. Отобрались по-боевому. В Камских полянах прошел турнир по смешанным единоборствам. Нижнекамские кудоисты отличились в Ульяновске. Об этом не только сразу после рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова При покупке второе изделие в подарок. Ле Фур. Торговый центр «Олимп». Третий этаж. Впервые в Нижнекамске. 8 ноября. Звезда израильской эстрады «Джеи Севен». Концерт романтической сексофонной музыки. Это не джаз. Это музыка любви. Где пройти медосмотр? Где пройти медосмотр? Где же пройти медосмотр? Где пройти медосмотр? Где? Конечно, в НКВД. В жизни главное – здоровье. Согласитесь, господа. И к нему с большого любовью относитесь вы всегда. Все виды медицинских осмотров в НКВД. Шинников 43А. Поздравляем! Вы нашли качественные окна за скидкой до 50%. Компания «Окна». Звоните прямо сейчас. 48-23-00. Пуховики и куртки для зимы и осени стильные и практичные для девушек и бабушек. Запоминайте адрес. Торговый центр «Березка», 1-й этаж, павильон 111. Доступные цены. Сезонные скидки. На телеканале НТР обзор спортивных новостей в студии Кирилл Довкаев. Сегодняшний выпуск начнем с боевых видов спорта. Такого не видели не только Камские поляны, но и Нижний Камск. Впервые международная лига боевых искусств прошла у нас в районе. В поселке прошел зрелищный грандиозный бойцовский турнир по правилам ММА. Давайте просто, просто будем послаждаться этим событием. Конечно, болеть за каждого из спортсменов, которые сегодня будут выступать на этом ринге. Пробиться в лигу – дело непростое. Уж попасть в стадию отборочных поединков – дело особое. В спортзале «Батыр» такого еще не видели. Да и многим бойцам отборный профессиональный ринг был в новинку. Тем и ужесточеннее были поединки. Это молодой вид спорта, развивающийся. Если изначально это были только взрослые спортсмены, сейчас уже есть разработки и для детского спорта, то есть включен детский спорт сюда. Естественно, все это сделано в рамках безопасного тренировочного процесса. И даже дети уже могут выступать, но они, конечно, ограничены ударами, но только борцовской техникой. Такие отборочные турниры проходят раз в год. От того, как в Снеполянский челлендж особо ценен сильнейший, получат путевку на международные схватки. Спортсмены очень разношерстные. Есть уже профессиональные спортсмены, которые многократно участвуют. Но есть спортсмены, пришедшие из других видов спорта. И, соответственно, они специалисты, получившие регалии в другом виде спорта. Но при этом они могут здесь и участвовать. Поэтому тяжело пока сказать, кто победит. Но присутствует даже новичок, который пришел достаточно недавно, но благодаря какому-то своему таланту, может принять занятие. В ММА приходят из самых разных видов спорта. Технику бойцов разная, значит, и работать надо уметь как в патрии, так и в стойке. Побеждает не боевое искусство, побеждает конкретный мастер. Но если говорить о статистике, то, конечно, те, кто владеет борьбой, немножечко опережают ударников. Но, опять-таки, это все зависит от конкретной пары. Вот кто конкретно выходит. Ведь может выйти там мастер спорта по боксу, и, допустим, перворазрядник по борьбе встретится на одном ринге. И, конечно, здесь, наверное, ударник будет посильнее, потому что там и скоростные качества, и чувство дистанции. Но по статистическим данным борцы, конечно, почаще выигрывают. Всего было 18 бойцов, среди них и новички, и опытные спортсмены. Но даже бывало, им было нелегко пробиться в финал. И шансы пройти отбор были у всех. Фаворитов себя не считаю. Этот уровень очень хороший. Соперники все подобраны очень хорошие. И все понимают то, что это выход на профессиональную арену. И поэтому здесь очень хорошая конкуренция. И рассчитываю на финал, на первое место. У меня другого настроения нет. Первый поединок, и не все удалось здесь, честно. Планировал продышаться, хорошо поработать, чтобы быть готовым к второму финальному бою хорошенько. Но, к сожалению, все получилось слишком легко, чем я ожидал. Будем работать, что мы делаем. Такова наша работа. Отбор прошел среди 18 участников. Только пятеро из них его прошли. Теперь сильнейшим предстоит выступить на международном турнире Татфайт в Казани. Продолжим тему боевых искусств. Нижнеканские представители стиля Кудо, воспитанники третьей Дюсэшат, лечились в Ульяновске. Там состоялся второй всероссийский турнир по Кудо, посвященный памяти сотрудников Центра специального назначения ФСБ России. В искусстве реального боя соревновались больше 200 спортсменов из 17 регионов страны. В их числе и нижнекамцы, воспитанники тренера Давида Жирнакова заработали медали всех достоинств. Золото взял Самат Мухамедянов, серебро Айнур Усманов. Также у наших две бронзы, третьи места на пятистале почета заняли Аминджан Ахмедов и Никита Логинов. В неофициальном командном зачете команда Татарстан заняла третье место. Первая осталась за хозяевами. Теперь о национальной борьбе. Многократный батыр Нижнекамского Сабантуя, представитель спорта клуба «Нефтехимик» Марат Мухамедянов, отличился на республиканском турнире борцов Кереш. 23-е лично командное соревнование по борьбе Кереш, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, проходили в Казани. В турнире приняли участие более 300 спортсменов, представлявших 46 районов Татарстана. По сути, это сильнейшие батыры, победители, призеры Сабантуев. Борцы состязались в семи весовых категориях. Мухамедянов оспаривал звание сильнейшего среди супертяжеловесов свыше 130 килограммов. Он провел пять победных поединков. Самым трудом оказался финальный бой. Второй финалист Фархад Файзурин, мастер спорта из Пестричинского района, оказал Нижнекамцу упорное сопротивление. В итоге финал завершился со счетом 4-3 в пользу Марата. Результат представителя спортивного клуба «Нехтехимик» стал лучшим в команде. О событиях предстоящих поговорим о хоккее. Нижнекамская молодежка готовится к очередной домашней серии. В ней подопечным Вячеславом Касаткине предстоит сыграть 4 матча. Первым соперником станет Тюменский легион. Наши оппоненты в турнирной таблице Восточной конференции на одну строчку выше, у них четвертое место и 20 очков. У реактора пятое место и на дно очко меньше. Статистика очных противостояний обнадеживающая. Команды встречались 22 раза и в 18 матчах победу одержал именно наш реактор. Причем 16 побед пришлось на основное время. Последний раз на Нижнекамском льду команду встречались осенью прошлого года. Тогда оба противостояния завершились разгромом легионеров. Пополнится ли статистика побед в этом сезоне, узнаем в ближайшие дни. Первая встреча реактора Тюменского легиона состоится завтра на льду «Тихие марены». Начало матча 18.00. Ну а на сегодня у меня все. Смотрите далее в эфире НТР прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь и напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70, а также посредством нашего сайта ntrdefis24.ru. До встречи в эфире. Спонсор прогноза погоды – компания «Барракад». Компания «Барракад». Любая корпусная мебель по вашим размерам. Огромный выбор материалов от премиум до эконом-класса. Собственное производство. Контроль качества на каждом этапе. Ежедневно в «Барракаде» работают над тем, чтобы сделать компанию лучше. Потому она динамично развивается, а филиал есть уже в нескольких городах. За годы работы получила тысячи положительных отзывов от клиентов. Здесь ждут и вас. Компания «Барракад». ТЦ «Барс-1» и «Меркурий». По 17 октября в Нижнекамске переменная облачность. Температура воздуха плюс 9 градусов. Ветер подует с запада со скоростью 8 метров в секунду. Солнечная погода сохранится в Нижнекамске до выходных. Спонсор прогноза погоды – компания «Барракад». Мы располагаемся в ТЦ «Барс-1» и «Меркурий». Компания «Барракад». Любая корпусная мебель по вашим размерам. Огромный выбор материалов от премиум до эконом-класса. Собственное производство. Контроль качества на каждом этапе. Ежедневно в «Барракаде» работают над тем, чтобы сделать компанию лучше. Потому она динамично развивается, а филиал есть уже в нескольких городах. За годы работы получила тысячи положительных отзывов от клиентов. Здесь ждут и вас. Компания «Барракад», ТЦ «Барс-1» и «Меркурий».